Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, как мы анонсировали, вице-мэр Юрмалы Никита Никифоров сейчас у нас на прямой связи посредством скайпа Я вижу, что Никита Никифоров уже на боевом посту, на своем рабочем месте, судя по всему Карта Юрмала за его спиной, если я не ошибаюсь Я так понимаю, что вы продолжаете работать, несмотря на чрезвычайную ситуацию Добрый вечер Да, не уже на посту, а еще на посту И, естественно, продолжаем работать Чрезвычайная ситуация, это как раз, наверное, то время, когда надо быть наиболее активным и гибким Тем более в наших реалиях, когда ни у кого нет опыта борьбы с вирусом Никто никогда не занимался этими вопросами и ни у кого нет универсальных решений Поэтому приходится гибко, быстро и качественно решать те вопросы, которые возникают в городе Да, вот, может быть, тогда по порядку Я знаю, что Юрмальская дума приняла целый ряд решений по помощи жителям Определенным категориям, малоимущим, многодетным Может быть, с этого и начнем Что делает город, чтобы помочь юрмальчанам? Юрмальская дума, точнее, да Да, юрмальчанам, да Ну, действительно, мы на прошлой думе уже приняли определенные решения Которые связаны, в первую очередь, связаны с обеспечением социальных вопросов Для детей из многодетных и малообеспеченных семей Я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас занятий в школе нет И, соответственно, дети, которые в Юрмале, это были дети всех классов Которые получали горячие обеды А для некоторых, возможно, это была единственная горячая пища в день Они были лишены этой возможности Поэтому довольно оперативно мы организовали доставку горячей еды Детям из многодетных и малообеспеченных семей Это развозится каждый день Каждый рабочий день, эти порции Для некоторых это большое подспорье и большая помощь Таких детей чуть больше ста Дальше мы приняли решение выделять продуктовые наборы Стоимостью 50 евро для многодетных семей Раз в три недели И продуктовые наборы в 35 евро еженедельно получают те, кто пользуется уходом на дому Или те, кому поставлен диагноз коронавирус И они обратились и сказали, что у нас такой диагноз Соответственно, мы находимся в самоизоляции, в карантине Мы не можем пойти в магазин И для таких лиц мы тоже предусмотрели возможность Что им будут привозить продукты Наша социальная служба активно работает с людьми, отвечает на вопросы Но довольно широкий спектр Хочу отметить, что мы это сделали Не дожидаясь каких-либо инструкций от Министерства образования Как можно или как нельзя кормить детей Потому что вопрос был срочный И нельзя было ждать, пока наш гениальный министр Придет с какой-то инструкцией или мнением Мы просто взяли и начали кормить детей И возить эти горячие обеды Я так понимаю, что министр Так до сих пор не высказалась По поводу того, как же нужно действовать на ее взгляд Она там критиковала целый ряд самоуправлений Но никаких конкретных инструкций По сей день нет, я так понимаю, да? Ну, она что-то сказала, что нельзя Эти деньги, которые государство софинансирует Я напомню, что с этого года государство Только софинансирует эти обеды На 50% И нельзя эти деньги, которые государство софинансирует Использовать для продуктовых карточек Или для продуктовых пакетов Что это должны быть только обеды Но это было настолько запоздало, я бы сказал Потому что к тому моменту, когда она это сказала По крайней мере Юрмала уже две недели Как кормила своих детей Что касается вообще жизни в Юрмале Вроде бы скоро начинается летний сезон Но он сейчас особый Поскольку мы не знаем Будет ли после 12 мая Продлиться ли вот эта чрезвычайная ситуация Или нет Вот что, как Юрмала готовится В нынешних условиях Когда понятно, что туристов из-за границы Пока нет Откроют ли границы Когда, что Вот какие есть нюансы Что вы можете уже прогнозировать С точки зрения поступления В городскую казну в этой ситуации Ну, начнем с последнего С точки зрения поступления в городскую казну Наверное, кроме того, что поступление снизится Прогнозировать больше ничего невозможно Какие-то более точные данные Мы получим в конце второго квартала Когда госкасса и ВИД скажут Как собирается налог В первую очередь подоходный налог с населения Который является первоочередным В структуре доходов любого самоуправления В том числе и Юрмала У нас есть Несколько направлений действий Первое Это естественно, что мы понимаем Что нам придется Отказаться от целого ряда Традиционных наших юрмайских мероприятий Это праздник курорта Это веломарафон В начале мая И так далее Но пока мы не можем прогнозировать От каких еще Например, праздник Каугури Который традиционно проходит В начале сентября В конце августа Но выглядит, что, наверное, он уже будет Но для того, чтобы он состоялся Где-то уже после Лига То есть в конце июня Нам надо начинать процедуру закупки Это первое Второе Это все, что связано с деятельностью Концертного зала «Дзинтери» Потому что Там не только приезжают исполнители Но и приезжают зрители Да, у нас есть целый ряд Международных мероприятий Очень высокого уровня Которые, ну, находятся В некоторой такой неизвестности Да, потому что сейчас нету Ни авиасообщения И не могут приехать Не только артисты, но и зрители У нас по статистике Приблизительно 67% Туристов в Юрмале Это иностранцы Поэтому, ну, безусловно, я думаю, что Можно и нужно Говорить о том, что В этом туристическом сезоне Мы не увидим Прироста Туристов Это так Дипломатически говоря, да? Да, ну, однако Хотелось бы мне отметить Что если мы посмотрим статистику Например, 2018-2019 год То прирост числа туристов В целом за год состоял 5,4% А если сравнивать Январь 2019 года И январь 2020 года То 24% И почему я хочу это отметить? Ну, я думаю, что это говорит о том Что, в принципе, мы С точки зрения развития туризма Делаем все правильно И люди в Юрмалу едут Но сейчас мы оказались действительно В такой неординарной ситуации Когда даже делая правильно Мы не можем получить Ожидаемого результата Вот, ну, мы знаем, что В той ситуации Пока не менее так логика подсказывает Когда люди не могут выехать Мы сейчас говорим о жителях Латвии Самих не о туристах А о жителях Латвии Им хочется побывать где-то на природе Ну, мы знаем по многим знакомым И Рижане Все-таки особенно выходные И не только выходные Сейчас многие находятся Так вот в вынужденном отпуске Все-таки куда-то надо выехать Они уезжают, естественно, из Риги в Юрмалу С одной стороны, это хорошо Поскольку с 1 апреля Надо напомнить Все-таки плата за въезд Опять возобновляется А но с другой стороны Есть, наверное, опасность Что как бы не создали Вот на этой тропинке Здоровье или на пляже Вот такую толчую Где уже никакого 2 метра нет Что Юрмала может делать Вот в этой ситуации Когда, с одной стороны, вы заинтересованы Чтобы люди приезжали А с другой стороны Есть все эти санитарные нормы Ну, во-первых, начнем с того Что мы даже сейчас видим Какие разные у городов подходы Даже в одной стране Юрмалы и Саукрасты Не будем говорить, что делают Саукрасты Дабы не рекламировать их Но все-таки мы все взрослые люди Есть такая вещь, как гражданская ответственность Это раз Я где-то видел, что кто-то посчитал Что если собрать всех жителей Латвии И выстроить их цепочкой по территории Латвии То расстояние между ними будет даже не 2 метра А 180 метров Поэтому Латвия очень хорошее место для самоизоляции Да, можно так самоизолироваться, что никто больше не найдет Юрмала в частности Поэтому, в конце концов, прогулки Свежий воздух, пляжи Только способствуют здоровью Я не думаю, что во всей этой кризисной ситуации Главное не поддаваться в панике И не кидаться в крайности Собственно говоря, этим мы пытаемся здесь заниматься И планомерно продолжать выполнять свои обязательства Перед юрмальчанами Да, что касается местного бизнеса Понятно, что это частные компании Есть какая-то сейчас со всеми оговорками государственная программа помощи И тем не менее, все-таки они находятся в Юрмале Я говорю, там, не знаю, кафе, рестораны Что с ними? Обращаются ли они за какой-то поддержкой в Юрмальскую думу? Или они просто закрылись и на этом все закончилось? Ситуация очень сложная с местным бизнесом Мы довольно оперативно смогли провести опрос Местного бизнеса Задали целый ряд вопросов Не только о том, чего они ждут от нас Но и какая у них ситуация Увольняют они сотрудников? Не увольняют К нам мы активно также коммуницировали с правительством По курортно-санаторитному отдыху Потому что к нам обращался и санаторий Яун Кемери Который изначально не попал в список тех предприятий Которые могут получить господдержку Чудеса Мы писали письмо премьеру и так далее В итоге их все-таки включили Многие гостиницы сейчас по объективным причинам закрыты Потому что это вынужденный простой Нет туристов В принципе мы прекрасно понимаем Что хочет мелкий и средний бизнес Кафе, гостиницы Основное, естественно, это место расселения людей Место питания Какие у них потребности И сейчас мы пытаемся понять Как мы сможем в рамках своего бюджета помочь Потому что я хочу напомнить Что государство самоуправлением В этот весь кризис Сказало, что ребята Вы тоже держитесь сами Действуйте в рамках своих бюджетов Когда мы их спросили Ну дайте возможности заимствовать в госкассе Для того, чтобы там садик построить детский То, чего вы нас решили год назад Они сказали Нет, нет, нет Только в рамках своего бюджета Поэтому мы пытаемся В рамках своего бюджета действовать И сейчас мы провели, как я сказал, опрос Эти результаты обрабатываются Я надеюсь, что также в ближайшее время Мы выйдем с конкретными решениями Механизмами помощи Нашему юрмальскому бизнесу То есть я так понял, что госзаймы Вы сейчас фактически брать не можете Ну это уже давно Ни один город не может Нет, я просто чему говорю Сейчас ситуация все-таки особая Мы понимаем, как формируется бюджет Самоуправлений Я надеюсь, правительство тоже еще помнит Что все-таки это из подоходного налога С населения Это основной Львиная доля бюджета Муниципального Если сейчас мы с нами знаем В какой ситуации находятся вообще жители То какие поступления в бюджет можно ожидать И городской Да, в нашей структуре бюджета Действительно из 110 миллионов бюджета Юрмала 52 миллиона составляют доходы От подоходного налога С населения И потом доходы от налога с недвижимости Ну некоторые города, как вы знаете Откладывают срок оплаты этого налога Но у нас в Юрмале Жителям предоставлена 90% скидка Да, поэтому в принципе это не актуально Потому что суммы крайне небольшие Что касается вот школ, детских садов Ну сейчас фактически все на удаленном режиме Будете ли вы каким-то образом помогать Тоже учебным заведениям И может быть какие-то ремонты были Как обычно на лето запланированы Что будет происходить? Ну смотрите, начнем с детских садиков С наступлением всей этой ситуации Чрезвычайного положения Когда закрыли школу Мы сразу начали активно отслеживать Посещаемость детских садиков Мы не закрывали детские садики Они продолжали работать В Юрмале детские садики Посещают приблизительно 2049 детей И мы на основании каждого дня Мониторили, какая динамика этого В итоге были вынуждены перейти На так называемые дежурные группы Какие-то садики закрыть Но это произошло буквально в конце прошлой недели Потому что посещало их порядка 150 детей Из двух тысяч, которые могут ходить Что касается школ Школы резко закрыли Но все наши программы по ремонтам школ Мы продолжаем выполнять В частности, мы недавно закончили ремонт Каугурской школы И утеплили фасад Привели в порядок территорию Сейчас еще и продолжаются Некоторые внутренние ремонты Поэтому мы пока не планируем Отказываться от каких-то наших проектов Более того, на этой неделе Объявлена закупка На строительство новой школы Лилопской, на ее реконструкцию И на будущей неделе Мы планируем объявить закупку О строительстве парка в Каугуре Ну, подобно такого же Как Дзинтерский межапарк Парка в Каугуре в том конце города Поэтому пока мы работаем В соответствии с планом Но, естественно, внутренне Готовимся при необходимости Вносить в него коррективы Да, что касается медицины Ну, понятно, что Есть и Болутовская больница И поликлиника есть Как сейчас работают Медицинские учреждения Юрмала Могут ли горожане получить медицинскую помощь Ну, я не имею в виду там неотложную Где нужно скорую вызывать Ну, естественно Больница Булдорская, Юрманская больница Если быть точнее Работает Естественно В нее работу внесены Определенные коррективы В связи с В первую очередь В связи с тем Что Понимаете, дело в том Что На борьбу с вирусом Разгружают больницы В Риге Столичные И Всех остальных пациентов Перенаправляют в больницы При Рижье То есть в том числе и Юрмальскую В том числе и Юрмальскую Нагрузка на врачей Возросла И это Одна из тем Которые я обсуждал С коллегами На собрании Ассоциации Больших городов Потому что Мне кажется Несправедливым То, что Правительство Сейчас Предложило доплачивать 50% Тем медикам Которые работают С Больными Вирусом Этим коронавирусом Но не предложило Доплачивать им Коллегам У которых Нагрузка увеличилась В несколько раз Потому что Направляют Больных Из Риги В Другие больницы Это относится В равной степени И к Юрмале И к Елгове И к Огре И так далее Да И Это действительно Несправедливо Я этот вопрос Поднял Но к сожалению Министр Рейерс Который участвовал Тоже в этом Видеосовещании Ничего Разумительного На этот счет Сказать не смог Да Вот Ну фактически Никита Вы уже начали Частично отвечать На этот вопрос Все-таки Как вы оцениваете Действия правительства В этот кризисный период Потому что Есть два мнения Одни считают Что все делается верно И деньги большие По крайней мере Так мы с высшим Сначала сказали Миллиард Потом еще миллиард Сейчас уже Четыре с половиной Миллиарда Вроде бы С другой стороны Очень от многих людей Слышим Что вроде бы И деньги выделены А вот до них Не дошло И до этого Бизнеса не дошло И до этого И для этих работников Не хватило И так далее Да Вот Как вы оцениваете Я думаю Чтобы ответить На этот вопрос Нужно посмотреть Хотя бы На наших Прибалтийских соседей Как С кризисом Борются они Да Если мы Посмотрим Хотя бы На Литву И Эстонию Мы поймем Что Ограничений Гораздо меньше Гораздо меньше При этом Денег Почему-то До конечного Домохозяйства До конечного Предпринимателя Доходит Больше Да У нас же Все это происходит Так Сначала приняли Ой забыли Самозанятых Ой забыли Членов правления А вдруг пройдет Нет не прошло Люди стали возмущаться Приходится опять Что-то Изменять Честно говоря Со стороны Мне напоминает Это Что есть Какие-то Вот Политические Договоренности Что вот Тем денег Давать нельзя Да Но как это Сделать так Чтобы Только тем Не дать Они сами Не знают Думаю Что Эффективность Мне кажется Эффективность Мера Довольно Довольно Низкая Во-первых Во-первых Скорость Деньги Бизнесу Нужны были Уже сразу С момента Начала Всей этой ситуации Как только Наступила Чрезвычайная Ситуация Понятно Что люди Перестали Тратить деньги Перестали Вращаться Деньги Между бизнесом Населением И так далее И скорость Нужна была Сразу Деньги Нужны были Сразу Моментально А не так Что правительство Приняло А потом Вид еще Пять дней Бланки Готовил Для заявок Как это и было Теперь Думаю Что вся эта ситуация Также может Ее надо Использовать На пользу Безусловно Помощь надо В первую очередь Оказывать Тому бизнесу Кто честно Платит налоги Вот сейчас Вид может Это все выяснить И в том числе Потому что Эта помощь Оказывается В конечном счете Из наших с вами Денег Меня немножко Смущает То что Вот так вот Мы постепенно Постепенно Расширяем Список того Кому Мы можем И должны Помогать Правительство Может и должно Почему нельзя Почему нельзя Сесть Один раз Подумать Но если уже делаем Давайте делать хорошо Да А не так Ой здесь забыли Там забыли Да Но и вишенкой На тортике Как говорится Всего этого Стал Сейм Который уходит На каникулы Да До 16-го числа Да В парламентской республике Сейм решил Что он уходит Во время Чрезвычайного положения Он выходит На каникулы Да Ну Как можно Еще оценивать Помощь Нашего Государства Всем нам Да Вот Я понимаю Что мы сейчас Говорим В такой форме Что будет Если будет Но тем не менее Если все-таки Предположим Что к июню Мы вот с этим Вирусом Справимся Постепенно Начнут Уменьшать Вот эти Ограничительные меры Может быть Туристы смогут Приехать Не знаю Не в июне Так в июле В принципе Вот Что касается Тех же гостиниц Мотелей Юморы Они смогут Ну как бы Открыться И Начать Принимать туристов Может я так понимаю Что Многих уже уволили Ну кто-то Видимо Получит Это пособие По простою Вот Какие есть Вообще Прогнозы Ну Мы Рассматриваем Внутри Несколько Моделей Того Как будет Развиваться Ситуация Да Что касается Гостиниц В принципе Крупные Гостиницы Нас заверяют Что они Довольно Обжатые Сроки Смогут Перезапуститься Более того Они Ждут Начала Так называемого Внутреннего Туризма Чего ждем И мы Потому что Это Безусловно Всегда Был Такой Наш Резерв Это Туризм Внутри Латвии Люди Которые Приезжают Из Риги Ялгова Я не знаю Да откуда угодно На день На два Приезжают Отдохнуть Погулять По берегу Моря Сходить Может быть На какое-то Мероприятие Посидеть В кафе Это первое Второе Может быть Кому-то Это не нравится Но Как только Откроют Сухопутные Границы Даже Не воздушные Я предвижу Что будет Определенный Рост Числа Туристов Из Российской Федерации Да Они сядут В машину И через 12 часов Будут в Юргане Новгород, Калининград, Москва, Питер Совершенно верно Совершенно верно Поэтому Довольно Уникальная Ситуация Мы наверное В этом году В глазах Россиян Будем Конкурировать С Италией И Испании Куда Они вряд ли Решатся Ехать В тех условиях Которые Сейчас Существуют Наша задача Как города И управленцев Подготовиться Чтобы эта Конкуренция Прошла На достойном Уровне Вот то что Спрашивают И наши Радиослушатели Что будет С летними Кафе На пляже Если все таки Ослабит Режим Чрезвычайной Ситуации Я очень надеюсь Что они будут Работать К сожалению Нам пришлось В самом начале Чрезвычайной Ситуации У нас были Запланированы Уже Аукционы По аренде Участков На пляже Которые Нам пришлось К сожалению Отменить Потому что Мы не могли Их проводить Очно Но мы готовы Их провести Опять Надеюсь Что кафе Будут работать Те кто Не смогут Работать Ну значит Мы будем Опять Сдавать В аренду Эти Участки Безусловно Город Заинтересован В том Чтобы какой-то Определенный Уровень Сервиса В том числе На пляже Поддерживался И существовал Я так понимаю Что удалось Частично решить Проблему Вот этой Знаменитой 36 линии Которая Вообще себя в дубу Обитает Так я понимаю Да На улице Базница Опять же На море Да Ну Мне сложно Здесь комментировать Потому что Город здесь Выступает Не более Как третьей стороной Да Это конфликт Собственника 36 линии И Конечно Да Ну как сказать Экоактивистов Наверное Скажем так Да Которые проходят В суде Город здесь Выступает Не более Чем Третьей стороной Но Мы все Прекрасно знаем И помним Что 36 линия Является Одним из крупных Налогоплательщиков Юрмале Да Поэтому Безусловно Мы заинтересованы В том Чтобы такой ресторан Который уже Напрямую Связан С Юрмалой Можно сказать Является Таким Символом Да Символом Юрмалы Одна из визитных Карточек И в этом Мы будем Оказывать Содействие Наверное Не могу Не задать вопрос Связанный С обеспечением Вот этого режима Самоизоляции И социального Дистанцирования Муниципальная полиция Юрмала Я так понимаю Тоже подключилась К контролю Этих мероприятий Насколько мне известно И существует Договоренность Между госполицией И муниципальной полицией О том Что Муниципальная полиция Участвует В контроле Или тех Кто самоизолировался Ну Находится на карантине Или И И соблюдение Там Этой дистанции Да Но Я вот Могу сравнить Как это происходит В Риге Как это в Юрмале Наверное В Юрмале Это все таки Менее навязчиво Потому что Город курорт Да Может быть Такой последний вопрос Который хотел бы Задать Все таки Если Ну Средства бюджета Позволят У вас же запланировано Много Там Каких-то программ И проектов Что все таки Значимое Вы планировали Ну не знаю Построить И реконструировать Вот в этом сезоне До конца года По крайней мере Скажем В этом сезоне Да Но смотрите Как я уже упомянул Каугурскую школу Там уже заканчивается Этот проект Там довольно большая Была И существенная реконструкция Да И снаружи И внутри Там Мы Также Как я сказал Объявили закупку На полное строительство Новую перестройку Лилопской школы Да Мы давно Это обещали И это Станет Большой Новой Современной Школой В Юрмале Мы планируем Начать строительство В этом году Каугурского парка Уже активно Идут работы По восстановлению Исторического парка В Кемере Да Включая Его историческую Партерную часть Исторические скамейки Остров Преобразовывается Водонапорная башня В музей Интерактивный Куда можно будет Подняться наверх Да И Со смотровой площадкой Эти работы Уже Идут Поэтому Планов Много Но Жизнь Как мы видим Вносит свои Коррективы Пока мы Не срываем Стоп-кран И не отказываемся Но мы Готовимся К тому Что Нам придется Вносить Какие-то Изменения И коррективы В свои планы Для того Чтобы Максимально Эффективно Тратить Те средства Которыми мы Распоряжаемся Эффективно И результативно А общественный транспорт В городе работает Общественный транспорт Работает И он по-прежнему Бесплатный Для юрмальчан Ничего не изменилось Ну я имею ввиду Временно администрация Риги Как мы знаем Приняла другое решение Ну Куда нам до столицы Да Действительно Да Общественный транспорт Работает Ездят Может быть Чуть-чуть Сократилось Количество рейсов Может быть Чуть-чуть Сократилось Число Число пассажиров Да Но он работает И мы Собственно говоря Не собираемся Ничего менять В этом Как я и сказал Кризис И чрезвычайная ситуация Это Не означает Что нужно совершать Резкие необдуманные Движения Потому что На следующий день Возможно Придется менять мнение Ну что ж Будем надеяться На благоприятный результат На то что все-таки Кортный сезон В Юрмале Состоится обязательно Время еще есть Никита Никифоров У нас был на прямой связи Вице-мэр Юрмалы Большое спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok